КОЛОКОЛ НАДЕЖДА Привет! Что ты ожидаешь от премьеры фильма? Привет! Ну, я ожидаю грандиозную премьеру. Я знаю то, что сегодня юбилей у Юрия Назарова, и как раз в честь этого выходит этот фильм, его можно посмотреть. Я думаю, что это грандиозная масштабная работа. Ну, раз Юра Кузнецов в Таёжный пригласил, я уверен, что фильм будет хороший. Тем более, что здесь режиссер Саша Кулявин. Давно с ним знаком и дружим. Привет! А какая роль твоей мечты? Какую бы ты хотел сыграть? Ну, наверное, когда-то я мечтал о определенной роли, и она уже сбылась. Исполнится моя мечта, и каждый раз я ставлю себе новые цели. И так постепенно, по ступенькам поднимаюсь и исполняю те роли, о которых мечтаю. О мечтах не принято говорить, поэтому следующую роль не расскажу. А какой эпизод был самым сложным? Ну, вообще, очень сложные были съемки, на самом деле. Потому что очень много было физических трудностей. Там мы и лазили по заборам, драки. Очень какие-то физические отжимания были. Много было сцен. Ну, одну, которую я очень хорошо запомнил, наверное, это сцена в столовой, где я выполнял трюк с тарелками. Тарелки разбивались, я должен был упасть с ними. Ну, очень интересно было. Я очень рад видеть вас здесь. Мы начали работать, когда начали писать сценарий. Это когда случилась пандемия. В 2020 году нас всех засадили. Значит, нельзя выходить было из дома. И мы решили с Еленой Викторовной Чесноковой, с моим соавтором, написать историю, написать новый сценарий. Мы сели и во время пандемии написали к лету сценарий. Подали заявку в Министерство культуры. Получили одобрение. И в апреле прошлого года начали снимать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про идею вашего фильма. Ну, идея возникла спонтанно. Не спонтанно, вернее. Потому что Александр Петрович Кулямин, он занимается детским кино. И мы с ним встретились. И он предложил сделать сценарий о детях. Но в связи с тем, что я только что вернулась из поездки, из детского дома, я видела, как детки там живут, как им не хватает семьи. Когда написала сценарий, я поняла, что этот фильм должны смотреть не только дети, а должны смотреть в первую очередь взрослые. Пусть у каждого ребенка будет семья, пусть у каждого ребенка будет счастье, а у родителей будут детки. И чтобы никто никогда не разлучался. Вот об этом наш фильм. Значит, без родственников у ребят так никого не нашлось? Ну, конечно, отправили запрос в полицию. Порядок есть порядок. Я рассказала! Маргарита! Маргарита! Пошли вон! Пошли вон, приперкнутся! Еще один залет, Мотя, и пиши пропало. Я понятно выражаюсь. А тебе не говорили, что здесь нет твоего и моего? Здесь все общее. У тебя нет больше сестры. Нету! Нету! Сюся сдохнет! Ты что творишь, ты? Засрать меня. Вы можете забить нас до смерти, но не сломайте. Это твоя сестра убила нашу дочь 20 лет назад. Встаем, встаем! 85 лет! Он заслужил это! И силенок бы прибавил себе, чтобы силенок этой самой, как ее, убедительности, чтобы все слушали меня, говорят, вот, вот самый умный, вот этим путем и пойдем. Ну, пока еще не все так получается. Но зато у меня перспектива какая. Думать еще не значит соображать. Понимаешь, надо, чтобы учиться, чтобы соображали, чтобы никто нам мозги не запудривали. Да, да, да. Как солнца в небе не присвоить, как небо не прибрать к рукам, так и Россию, мира, совесть, не одолеть ее врагам. Пусть даже и не мучаются. Здравствуйте! Что вы ждете от премьеры фильма? Ну, во-первых, насколько я знаю, что у Юрия Назарова сегодня юбилей. И я с удовольствием, просто пользуясь случаем, хочу его поздравить с такой прекрасной, потрясающей датой. И, ну, конечно же, всем нам известны культовые фильмы. Маленькая Вера, да, ну, просто потрясающе. Это целая эпоха, я бы сказал. Но у меня предвкушение сегодня. Я ожидаю чего-то интересного, захватывающего, глобального. Хочется, так что я уверен, что разочарован не буду сегодня. Какой бы фильм вы посоветовали молодежи? Ну, лично я, вот мой фильм, который я смотрел, и который мне действительно нравится, который на меня произвел, в общем, такое впечатление, конечно, Маленькая Вера. Мы надеемся, что эта картина дойдет до проката. В сентябре, я не имею в сентябре, в конце сентября, вот у нас выйдет этот прокат в кинотеатр Российской Федерации. Надеюсь, что не все кинотеатры к этому вверх не закроются. А государство нам даст большую поддержку. Господин Бишустин сказал, да, представьте, что мы будем поддерживать кино. Аплодисменты. Детям я хочу пожелать мирного неба, чтобы их любили и папа, и мамы, чтобы они любили пап и мам, и бабушек своих, и дедушек, и вообще родных, и родственников, потому что семья – это очень важно. И любить всех членов семьи тоже очень важно с детства. Поэтому я хочу пожелать, чтобы в каждой семье нашей российской царе уют, комфорт и любовь. Ну что, друзья, а наше мероприятие подошло к концу. Мне фильм очень понравился. Он был очень душевный и интересный. Ну а с вами была я, Есения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова